Еще одна такая небольшая попалась семейка. Привет, друзья! Меня зовут Николай. И сегодня я приехал поискать именно лилованогую рядовочку. Конечно же, погода не очень хорошая. Дождик то пойдет, то перестанет, то моросячка, то еще что-то. Поэтому, друзья, длинного видео не будет. Ну, немного, что успею до дождя поснимать, то я поснимаю. Ну, и, естественно, в конце видео результат вы тоже узнаете. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну, а теперь за грибочками. Ну, что, друзья, несмотря на погоду, на то, что был снежок, немного они, конечно, видите, какого теперь цвета темненького. Они немного примороженные. Ну, а снизу, как вы видите, они очень хорошие, молодые и шикарные. Здесь как раз из-за того, что люди все время собирают, здесь можно насобирать не лопухов, а именно такой мариновочный вариант. Я уже, друзья, координаты оставлял на это место. Это я нахожусь в Симферопольском районе, в село Мраморное. Так как у нас буквально часов в 11 обещают дождь, сильно никуда не поедешь. Я не люблю под дождем ходить, собирать грибы. Вот, смотрите, еще есть. Так что координаты в эксклюзивных записях ВКонтакте я уже, друзья, оставлял. Поэтому повторяться не будем. Вот так вот. Вот такой вот рядочек. Они еще всходят и всходят. Грибочки еще, друзья, попадаются. Ну, а дальше мы посмотрим, что я еще найду. Ну, что, друзья, несмотря на то, что здесь грибники ходят, грибы все равно есть. Так немного затоптаны, конечно, но здесь два штучки полностью хороших рядышком. Во, какие красавчики. Есть немножко. Так, продолжаем дальше искать, что мы найдем. Ну, что, друзья, кажется, дождь начинается. Поэтому, наверное, сегодня будет видео очень коротенькое. Но все равно, и еще рядочек, я успеваю до дождя найти. Вот такой красивенький. Так. Вот такие симпо-пулечки я собираю сегодня. Размерчик хороший, не крупненький. Как вы видите, вот здесь собирали. Это старые, видите, пеньки. А молоденькие все равно подрастают. И вот таким вот образом, где были старые ряды, друзья, можно поискать молоденькие грибочки. Конечно же, здесь уже не так много, наверное, как было изначально. Но все равно что-то найти можно. Ну, что, друзья, в бедре уже начинает немного появляться. А здесь еще одна такая небольшая попалась семейка. О! Какая красота. Один сломался. Это может быть даже я на него случайно на край наступил. Ну, вот эти вот такие вот симпо-пулечки я собираю. Так, продолжим наши поиски. Грибники, конечно, есть. Вон, там белая машинка, вот, ходит. Точнее, даже не ходит, а бегает один грибник. Хочет, наверное, всех обогнать. Но это дело медлительное. Надо медленно заниматься сбором грибов. Тогда что-то будет попадаться. И здесь, опа, на грибочки. И очень хороший рядочек такой. Массеньких, красивеньких грибочков. Ну, какие они здесь симпатичны. Понятное дело, что здесь уже резали их. А новенькие все равно всходят. Новенькие грибочки на стареньких рядочках. Есть несколько штучек. Добавим. О, какая красота. А вот, друзья, нашел старый рядок. Решил рядышком посмотреть, что здесь есть. А здесь есть несколько грибочков. Кто-то по ним ходил. Но он хороший, не затоптанный. А этот? Этот уже затоптанный, к сожалению, сильно. Ну, здесь рядышком еще есть. Так, этот у нас сильно затоптанный. А этот хороший. Ну, здесь, помимо того, что лошадками затаптываются грибы, ну, и грибниками невнимательными тоже. Которые сильно торопятся пробежать это поле. Грибы дело такое. На внимательность. Кто увидел того и грибочки. Ну, что, друзья, вот такой вот у меня сегодня результат. Почти три ведра грибов. Ну, одно маленькое. И два больших, хороших, стандартных ведерка. Вот столько вот у меня лилово-ногой рядовочки. Ну, там есть где-то штучек пять шампиньончиков. Ну, то все ерунда. Так что, побегать мне пришлось очень даже хорошо, чтобы их набрать. Ну, что, друзья, я, конечно, не ожидал о таком результате, что здесь еще можно столько насобирать грибов. Но я остался очень доволен. Так что, друзья, не забывайте подписываться на мой канал, кто этого еще не сделал. И, друзья, всем добра, мира и здоровья. И до новых встреч в новых видео. Всем пока!